В эфире информационная программа День города в студии Оксаны Тебенихиной. Я и мои коллеги подготовили этот выпуск специально для вас. Смотрите сегодня. Рязань посетил князь Георгий Михайлович Романов, наследник главы Российского императорского дома. На предприятии Технониколь состоялся торжественный запуск нового производства. Предварительные результаты праймерис Единой России по выборам в Госдуму в регионах станут известны 25 мая. Ну а 27 числа соберется Федеральный оргкомитет. По данным Единой России, явка в день предварительного голосования в Рязанской области составила 12,2 процентов. Подробности у Романа Дворецкого. В минувшее воскресенье по всей стране прошла процедура предварительного голосования, которая была организована партией Единая Россия. 22 мая в Рязанской области работал 201 избирательный участок, в каждом из которых были оборудованы кабинки для голосований. На участках избиратели могли ознакомиться с дополнительной информацией о кандидатах и проголосовать за нескольких из них. Для обеспечения открытости и прозрачности процедуры голосования у всех кандидатов была возможность направить своих наблюдателей на счетные участки. Отдать свой голос в единый день голосования смог и секретарь регионального отделения партии Единая Россия Аркадий Фомин. Также он побывал на нескольких избирательных участках области и остался доволен процедурой проведения голосования. Все идет организовано, с максимальной возможностью людям прийти и сделать свой выбор. Везде размещена наглядная агитация, везде наши члены участковых счетных комиссий разъясняют желающим принять участие в голосовании, как голосовать, за что мы голосуем. А мы сегодня выбираем депутатов, кандидатов, возможных кандидатов от партии Единая Россия на выборах депутатов Государственной Думы. На следующий день Аркадий Фомин провел брифинг, посвященный единому дню голосования. Председатель Рязанской областной думы отметил, что на участке для голосования жители области и города приходили целыми семьями и поблагодарился граждан за участие. Предварительное голосование в нашем регионе состоялось. Я благодарен всем жителям Рязанской области, которые приняли для себя решение и участвовали в нашей процедуре предварительного голосования за то, что они определились со своими кандидатами, понравившимися им, и отдали им свои голоса. Также хочу отдельное спасибо сказать представителям средств массовой информации, в частности всем здесь присутствующим журналистам, представителям СМИ, за вашу оперативную работу и объективное освещение хода предварительного голосования в единый день голосования. На вопрос о том, определились ли промежуточные лидеры при подсчете голосов, Аркадий Фомин еще раз отметил, что итоги предварительного голосования в Рязанской области будут объявлены 25 мая. Затем 27 мая Федеральный оргкомитет подведет общие итоги предварительного голосования по стране. И в конце июня на съезде партии будут определены списки кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы в Государственную до седьмого созыва. Князь Георгий Михайлович Романов презентовал в Рязани литературную премию «Наследие». Наследник главы Российского императорского дома впервые посетил Рязанскую землю со своей свитой в рамках рабочего визита. Премия «Наследие» учреждена Российским Союзом писателей совместно с Домом Романовых под личным покровительством великой княгини Марии Владимировны. Цель проекта – способствовать поиску новых авторов, чье творчество сохраняет традиционные для русской литературы ценности. Премия вручается ежегодно и представляет собой статуэтку в форме золотого пера на пьедестале из лазурита, а также контракт на издание книги за счет Российского Союза писателей. В настоящее время продолжается конкурс на соискание премии за 2016 год, который будет завершен 15 июня. Премия, многие из вас знают, была учреждена в канун 400-летия Дома Романовых под высочайшим покровительством главы Российского императорского дома, ее императорского высочества, великой княгини Марии Владимировны. Соответственно, сейчас уже третий сезон премии под высочайшим покровительством. Премия стала ежегодной. Она учреждена совместно Российским Союзским писателем и Российским императорским домом. Презентовал премию великий князь Георгий Михайлович Романов. Наследник главы Российского императорского дома впервые посетил Рязанскую землю со своей свитой в рамках рабочего визита. Конкурс наследия служит тому, чтобы в свободной абсолютно форме возродить все, что хотят люди взять из прошлого, то, что они создают сейчас. У этого конкурса нет никаких идеологических ограничений. С самого начала было поставлено условие, что это не значит, что все должны писать, если конкурс под правительством императорского дома, что все должны писать про историю дома Романовых или про историю монархии, или хотя бы даже просто про дореволюционную историю. Почетный гость прибыл, чтобы торжественно объявить о начале отбора лауреатов литературной премии. Основной целью проекта стал поиск новых авторов, творчество которых сохраняет и продолжает традиционные для русской литературы ценности, пробуждение интереса к богатейшему культурному наследию России. Я очень рад, что развивается традиция проведения таких творческих встреч в разных городах России. В прошлом году мы встретились в Костроме. В этом году местом проведения этих частей конкурса наследия стала Розань. Этот прекрасный город имеет огромное духовное, культурное и патриотическое значение для нашего Отечества. Конкурс премии проходит среди авторов крупнейших российских литературных порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру». Среди опубликованных материалов жюри отбирает лучшие работы по теме российской истории, патриотизма, воинских побед, трехсотлетия процветания России под скипетром романовых. Премия объединяет стихотворцев, прозаиков, эссеистов. Лауреатам предоставляется право издания персональной книги за счет оргкомитета премии. В рамках пресс-конференции князь рассказал, что помимо просветительской деятельности в обычной жизни, он также занимается благотворительностью, много работает в Бельгии, представляя там интересы России. Князь назвал Рязань прекрасным древним городом, имеющим огромное культурное, духовное и патриотическое значение для отечества. Кроме того, наследник передал сердечный привет от своей матери, великой княгине Марии Владимировны, всем собравшимся. Производственный комплекс корпорации «Технониколь» в Рязани представлен шестью заводами. Здесь производят современные строительные изоляционные материалы. Предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием и современными средствами защиты труда и окружающей среды. Сегодня на предприятии состоялся торжественный запуск нового производства. Подробности в сюжете Алены Куколевой. Благодаря выпуску черепицы на предприятиях «Технониколь», которых в регионе уже семь, Рязань называют кровельной столицей России. Теперь у города есть все шансы примерить и статус столицы теплоизоляции. Пир на весь мир – таков девиз запуска нового производства. Пенополизоцинурат или сокращенно пир – это уже зарекомендовавший себя на международном рынке теплоизоляционный материал нового поколения. Открывать завод приехал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Сегодня, безусловно, событие знаковое не только для компании «Технониколь», но и для всей строительной отрасли, для всей промышленности Российской Федерации. Торжественную церемонию также посетили первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин, вице-губернатор Сергей Филимонов и президент компании Сергей Колесников. Вместо красной ленточки они сложили из пир пазлов земной шар и оставили на нем свои пожелания. Производство этих энергоэффективных материалов на базе рязанского предприятия является, по сути, новым для России. Высокая механическая прочность, минимальная водопроницаемость, уникальная теплопроводность, высокие противопожарные характеристики. Такое уникальное сочетание характеристик заслужило мировое признание. Предприятие создали на мощностях бывшего ЗИЛа. Здесь установлена уникальная производственная линия, не имеющая аналогов в СНГ. Ее мощность составляет около 30 миллионов квадратных метров продукции в год. Это в два раза превышает скорость аналогичных европейских предприятий. Запуск нового линия приведет к изменению конфигурации рынка теплопроводных материалов Российской Федерации. Одной из уникальных особенностей производственной линии ПИР является возможность производства плит переменной толщины. Это позволит создавать уклоны на кровле. Материал для такой кровли стоит в два раза дороже традиционного, но, по словам министра строительства, особое внимание здесь необходимо уделять эксплуатации всего жизненного цикла и безопасности зданий и сооружений. Более 70 стран мира, куда Технониполь начинает экспортировать свою продукцию, в том числе из этого цикла. И это гибкое реагирование на кризис, не кризис и так далее. Мы видим, что это достаточно серьезно, плюс хорошие заделы на Дальнем Востоке есть. Появление таких предприятий становится якорем, неким стимулом для создания химических и нефтехимических производств. До сих пор у нас значительная зависимость присутствует именно по сырьевым компонентам для многих отраслей в сфере нефтехимии и химии. Чем больше будет таких заводов, тем более окупаемыми будут проекты по производству соответствующих нефтехимических компонентов. У нас имеется много примеров, когда предприятия делают своеобразный заказ нашим учебным заведениям, подкрепляют эти проекты финансово и на выходе мы имеем нужных специалистов. То есть это очень важно и для студента, учащегося, это важно для предприятий, это важно для всех жителей, потому что есть гарантия, куда выпускнику устроиться, где работать, где получать хорошую зарплату. Продукцию «Технониколь» покупают в 70 странах мира. В России ПИР не пользуется такой популярностью и корпорации вместе с другими производителями занимаются его продвижением. Запуск завода позволит решить проблему импортозамещения и нарастить экспорт современных строительных материалов на зарубежные рынки. Сегодня на здании стоматологической клиники Рязанского государственного медуниверситета прошло торжественное открытие мемориальной доски Натальи Васильевны Курякиной, одной из основательниц стоматологического факультета Медицинского университета. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Мемориальная доска будет служить напоминанием о выдающемся деятеле науки и медицины, внесшем значительный вклад в разработку и развитие научных направлений, фундаментальных и прикладных исследований в ВУЗе. Наталья Васильевна Курякина, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии естествознания, отличник здравоохранения РСФСР. Она заведовала кафедрой терапевтической и детской стоматологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова и стала одной из основательниц стоматологического факультета. Сегодня мы хотели бы увековечить ее память как раз на здании стоматологической поликлиники, где она работала много лет и, конечно, подчеркнуть вот эту связь времени с основанием факультета, а ему в этом году 25 лет, стоматологическому факультету, с сегодняшними нашими студентами, молодыми врачами, которые должны знать и помнить тех, кто организовывал факультет, тех, кто стоял у истоков. Наталья Васильевна работала в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических советах, а также участвовала в работе диссертационных и экспертных советов, научно-технических программах. При всех заслугах в профессии каждый из выступивших с речью отметил, что она была прекрасным человеком, а достижения в науке доставались не только благодаря таланту, но и благодаря колоссальной трудоспособности и энтузиазму. Для меня это приятная очень новость, что мою жену помнят, о ней очень хорошо отзываются, и вот собралось, я не ожидал даже столько народу, чтобы почтить ее память, вспомнить о ней. Она была очень добрым, ранимым человеком, ответственным, переживала за свою работу. Она, в общем-то, мне кажется, просто несколько запоздала. Ей бы нужно мало в XIX веке, где честь, благородство, ее больше, так сказать, это привлекало в жизнь. Количество собравшихся на церемонию открытия мемориала подтверждает память Натальи Курякиной жива. Среди всех стоматологов Рязани и Рязанской области более 80% ее ученики. Наталья Васильевна вела активную общественную работу, внесла значительный вклад в изучение современных методов лечения стоматологических заболеваний с использованием АПИ и фитосредств. Являлась автором учебных пособий, учебника по стоматологии детского возраста, патентов на изобретения. Под ее руководством выполнено 17 кандидатских диссертаций. Своим ученикам, коллегам, близким профессор Курякина всегда советовала учиться, работать и совершенствовать свои возможности, открывать и достигать новые горизонты в специальности. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание. Программа «День города» прощается до завтра. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Программа «Дядьково»